САМАРСКИЕ СЛУЖБЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО В Самаре на улице Губаново в районе дома номер 15 произошел технологический отказ на водопроводной линии. Предположительно, поврежден водовод большого диаметра. Идет утечка холодной воды на Солнечную и Губаново. Специалисты на месте автомобилистов просят переставить машины. В областной столице в этом году из аварийного жилья планируют переселить больше 4 тысяч человек. За 5 лет в губернии расселили более 16 тысяч человек. В 2023 году новое жилье получили почти 5 тысяч жителей. Это 111% от плана. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за последние 5 лет в регионе ввели в эксплуатацию около 10 миллионов квадратных метров жилья. В Приволжском гидрометцентре рассказали, какая погода будет в Самарской области в феврале. Температура воздуха ожидается от минус 6 до минус 10 градусов, что выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы. В Самарской области на территории платформы «Волжская жемчужина» открыли каток с видом на Жигулевские горы. Ледовая площадка расположена по пути следования пригородных поездов из Самары в Тольятти в районе поселка Васильевка. Каток открыт ежедневно с 9.30 до 21.30. Коньки необходимо взять с собой. Любители зимних видов спорта смогут согреться в стилизованном вагоне и побывать в кабине машиниста. Минцифры начало расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена.ру. Напомним, 30 января пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов в России. Позже в Координационном центре доменов сообщили, что устранили техническую проблему и что причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Православный праздник Макарьев день отмечается 1 февраля. В этот день на Руси определяли, какой будет весна. Если стоит теплая и солнечная погода, то весна будет ранней, а если бушует метель, то снежным будет весь март. В то же время православные верующие в этот день идут в церковь и молятся святому Макарию об исцелении болезней.